здравствуйте ребята тема нашего урока аминой давайте рассмотрим на прошлом занятии вы проходили нитро соединение мы продолжаем с вами изучать эти соединения и так обратите внимание перед вами три вида формул чем они отличаются друг от друга правильно вы видите что идут наличие радикала в них а чем похожи эти все три формулы абсолютно верно в центре всех этих молекул находятся атомы азота самый первый представлен абсолютно верно неорганическое соединение аммиак и вы видите что в первом случае вместо атома водорода у вас один радикал во втором случае у вас уже два атома водорода замещены на радикал и в третьем случае у вас не осталось ни одного атома водорода и так мы можем сделать вывод что мы называем аминами и так из всего сказанного мы можем сделать вывод что амины это соединение производные аммиака в которых атом водорода замещена углеводородный радикал давайте рассмотрим классификацию аминов общие формулы аминов опять-таки представлены перед вами посмотрите один атом водорода замещен на углеводородный радикал два атома водорода замещены на углеводородный радикал три атома водорода замещены на углеводородный радикал соответственно мы делаем выводы что амины у нас бывают первичные один атом водорода вторичные два атома водорода и третичные три атома водорода Итак, вам предоставляется такое задание, вам нужно расставить элементы по той схеме, которая вам сейчас была представлена, классификация аминов. Обратите внимание, первый случай вы видите CH3NHCH3, то есть в данном случае у вас два радикала и остается один атом водорода. То есть он, например, будет вторичный. По такой же схеме, пожалуйста, расставьте все амины. Первичные в первый столбик, вторичные во второй столбик и третичные в третий столбик. Справились? Давайте проверим, правильно ли вы сделали. К первичным у нас будут относиться две формулы, к вторичным две и у третичных был только один вариант. Если вы это задание сделали правильно, то вы большие молодцы. Итак, мы подходим к понятию номенклатура. Что такое номенклатура? Это способность правильно называть вещества, умение давать названия. Правило здесь следующее. Мы сначала называем радикал, а затем к нему добавляем слово амин. Если в составе амина, посмотрите, вот у вас в первом случае, например, два одинаковых радикала. Правила органической химии у нас при этом не меняются. Если два одинаковых радикала, мы добавляем частицу D. Если три одинаковых радикала, мы добавляем частичку 3. В данном случае радикал CH3 дает название метил. У вас диметиламин. Давайте проверим, правильно ли мы это назвали. Абсолютно верно. Во втором случае, попробуйте назвать. Правильно, это метиламин. Обратите внимание, в третьем случае у вас дается формула C6H5. Это радикал фениламин или, как мы называем его, анилин. Итак, в четвертом случае, обратите внимание, у вас два радикала. При этом один имеет наименьшее количество углерода, а второй наибольшее. Три. По правилам органической химии сначала мы даем название радикалу с меньшей молекулярной массой, а затем с большей молекулярной массой. Правильно. Правильное название будет метилпропиламин. Давайте посмотрим, правильно ли мы справились. Метилпропиламин. Итак, последний вариант. Раз, два, три радикала. И все они одинаковые. Абсолютно верно. Мы добавляем частицу 3 и прибавляем слово амин. Если вы самостоятельно справились с этим заданием и поняли, давайте перейдем к следующему слайду. Характеристика метил, амина и анилина. Посмотрите, перед вами масштабные модели. Метил имеет формулу CH3, то есть черное это С и три атома водорода. N с синим цветом H2, то есть это остаток от аммиака. Дальше. Масштабная молекула, модель анилина. С6, это бензольное кольцо, H5 и 6-го водорода, как в бензоле у нас нет, потому что вместо 6-го водорода у нас присоединилась частица от аммиака NH2. Итак, мы сейчас попробуем с вами разобрать физические свойства, химические и способы применения. То есть это сравнительная таблица метиламина и анилина. Итак, физические свойства. Метиламин – это бесцветный газ с резким аммиачным запахом, который хорошо растворяется в воде. Если мы берем агрегатное состояние аминов, то метиламин, диметиламин и 3-метиламин являются газами. Следующие представители являются жидкостями. И высокомолекулярные соединения являются твердыми веществами. Давайте разберем ситуацию с анилином. Анилин, в отличие от метиламина, это бесцветная маслянистая ядовитая жидкость, которая мало или практически не растворяется в воде, но она хорошо растворяется в органических соединениях, таких как спирт, эфир или бензол. При температуре минус 6 градусов она затвердевает. При температуре 147 она кипит. Но есть еще одно свойство анилина. На воздухе, окисляясь, она начинает темнеть. Химические свойства. Обратите внимание и скажите, пожалуйста, что общего в этих двух реакциях, которые представлены вам на слайде? Мы из курса органической химии знаем, что при горении практически всех органических соединений, так как это углеводороды, наибольшие их представители, то у нас продуктами реакции горения органических соединений являются углекислый газ и вода. В составе азотсодержащих соединений также есть углерод и есть водород, что дает образование углекислого газа как у метиламина, так и у анилина, и молекул воды. Но так как это азотсодержащие соединения, то азот при горении будет выделяться в чистом виде. То есть, как вы видите, что продукты реакции горения абсолютно одинаковы в том и в другом случае. Химические свойства. Следующие это реакция с кислотами, например, с соляной кислотой. Обратите внимание, при взаимодействии с соляной кислотой самый активный элемент, который вступает в эту реакцию, является азот. Радикалы в этой реакции не участвуют. Так как у атома азота, вспомните курс 8 класса, строение атома азота и аммиака. Абсолютно верно. Аммиак с атомами водорода соединен только в деле 3 свои электрона. Два электрона при этом остаются неподелённые, то есть они не образуют никакой химической связи. Они в свободном состоянии. При воздействии водород, содержащих соединения, таких, например, как вода, которую могут отдать ион водорода или кислоты, водород начинает взаимодействовать с одним из свободных электронов водорода. Давайте разберём реакцию взаимодействия. Метиламина и анилина с соляной кислотой. Из курса 8 класса вы помните, что у атома азота 5 электронов. Три из них образуют связи с водородом, а два – это свободные, не образующие никакой связи. Вот именно эти два электрона начинают образовывать химическую связь с ионом водорода, образуя по механизму донорно-акцепторной связи ион аммония. Хлор, являясь анионом, уже присоединяется, образуя соль. Точно так же по этому же механизму донорно-акцепторному у нас взаимодействует и анилин. То есть вы видите, что радикалы в образовании этой связи не участвуют. Самый активный элемент, ещё раз повторюсь, это азот, который образует ион аммония. В данном случае у вас получается хлорид метиламмония и хлорид фениламмония. Итак, амины – это органические основания. Анилин – более слабое основание, чем амины и аммиак. Почему, задаётся вопрос. Потому что бензольное ядро несколько оттягивает свободную электронную пару от атома азота аминогруппы. Вследствие этого плотность снижается и активность уже не такая сильная. Итак, реакции с бромной водой для метиламина не характерны, потому что в его составе нет бензольного ядра, так как у анилина. Именно активное уже у нас проявляется бензольное кольцо, а не аминогруппа, которая входит в это соединение. Итак, атомы брома начинают замещать атомы водорода и образуется бромоводород. Это качественная реакция на анилин. Выпадает белый осадок, образуется 2,4,6-3-броманилин, потому что первым считается тот углерод у анилина, где стоит аминогруппа. Применение. Метиламин применяется для производства лекарств или полимерных материалов. Анилин для производства анилиновых красителей, лекарств и полимерных материалов. Дорогие ребята, в конце параграфа вам предоставлены задачи. Последние две задачи, хотела бы обратить внимание, там именно идут по способу бромирования. То есть, для того, чтобы решить эту задачу, вы на анилин воздействуете бромом, в результате чего выделяется бромоводород. Вам дается масса начального анилина и сказано, что в производстве у вас получено определенное количество кислоты. Для того, чтобы найти выход продукта, вам необходимо массу практическую поделить на массу теоретическую. Для этого вы должны от исходной массы анилина найти массу кислоты, это будет масса теоретическая, а затем уже массу практическую, которую вам уже дали, поделить на массу теоретическую. Надеюсь, с выполнением домашнего задания у вас сложностей не возникнет. До свидания. Спасибо. До следующих встреч.